всем привет с вами шелтер это видео больше вообще создан для новичков потому что фнаф security bridge когда он вышел появилась некая волна хайпа из-за которой очень много людей которые не знали о фнафе не интересовались на фон который был посрать на фнаф пришли в это комьюнити потому что видели супер красочную 7 этажную игру которая проходится за реальных за реальные часы они за минут час как прошлые игры так что много всяких школьников развелось и много ньюфагов появилась которые стали признать свой сюжет кто-то говорил что укус 87 совершили четыре школьника или войти до кого-то когда кто заговорил что там грегори это самом деле бэйби кто мог до такого думать конечно не фаги больше никто ладно допустим пример вильям авто фиолетовый парень и спринг трасс скрэп троп глист срап бёрт троп и еще много других личностей ладно начнем по порядку кстати все что я вам перечислил сейчас это один персонаж все вот идет 6 личностей это один персонаж вильям авто охранник который пришел работать во фнаф и начал убивать детей а пофиг точно монетизации же нету короче он начинаю он был убил детей он распленивых он получается это достал их кишки череп и короче начал есть это их печень и потом это очень было вкусно они потом делали короче из кишков и желудка это пиццу очень было вкусно да и получается что пять трупов он убил пятерых детей до влепо строится чтобы цены он убил пятерых детей и получается случилось так что эти души за ним погнались и они завели его специальную комнату он в этой комнате пытался от них спрятаться они его зажали он залез костюм спрингбонни но пружинные костюмы действуют так что из-за малейшего воздуха влаги или чего-то другого пружины схлопываются сжимаются и тело просто перемалывают будто вместо рубки догадайтесь что случилось крыша протекала капли попали на костюм спрингбонни внутри которого уже находился уильям автон пружины схлопнулись и стала нашего фиолетового дробюна и что же потом он прогнил так еще лет 30 2023 году по сюжету игры ресторан ну вернее до этого парк ужасов сгорают туда устраиваться охранником потому что многие пытаются пробежаться на заброшенное место я это так понял почему-то в охране кости должен быть первая ночь ничего нету во вторую ночь к нам привозят автона музыки спрингтрапа кому и сделать вот этого хряща он не может говорить ничего он не может сказать вот его вид у нас начинается галлюцинации мы начинаем видеть фантомов и вот так они появились все же было нормально в первую ночь ну а что потом потом все знают плюс трап он здесь каким хер продажная игрушка которая появилась чтоб просто быть игрушкой появляется еще в мини играх и катсценах пиксельных и веселье с так что весело я за часть каким-то хреном в трейлере на лице фантайм фокси находят отражение мать его спрингтрапа долбан и не знаю как они додумались это я когда увидел скрин я охренел там реально было что-то наподобие этого хряща йодского промелькнул он на секунду в трейлере может больше чем на секунду 6 часть легенда вернулась скреп трап внутри один и тот же труп у него отпала рука другой костюм он еще и разговаривает муж слишком много говорим про фиолетового хряща у меня было отдельное видео на канале так что ссылка в описании кто хочет узнать побольше о время автоне о спрингтрапе а мы переходим дальше фнаф вхс не совсем относительно недавно появившийся тренд ему уже год может два людям на карантине стало скучно вспомнили они про фнаф и пошло поехало фнаф вхс и конечно же мифы и фанатские аниматроники ребят сразу говорю вам новичкам во фнафе что не верьте этим мифом потому что если они появятся то только его очередной фнаф оралде либо во фнаф пародиях потому что код игры вернее данном случае фнаф фнаф он не обновляется с момента выхода так вот выпускаются иногда ремастер и поэтому если кто-то сейчас скажет что вы как и педипай сказал что во фнаф 2 есть снеговик то это не так потому что фнаф не обновляется но я не имею ду про ремастера то есть обновление нету этого не брал старости каждый месяц что-то новое появляется со фнафом это не работает поэтому чаще всего вернее в ста процентах это все эти мифы фанатские аниматроники и прочее это фейк сплошной фейк и таких было очень много но ребята давайте так если это видео вам понравилось поставьте лайк подпишись на канал я старался освежить олдом память новичкам рассказать побольше о фнафе да и вообще все кто только начинают интересоваться фнафом пока youtube не удалить советую посмотреть мои другие ролики и может вы еще что-то узнаете нового о фнафе потому что фнафом я увлекаюсь с 2015 года я знаю много всего интересного на данный момент о всех частях кроме девятый все мы ждем фнаф плюс не знаю когда он будет но обещаю что скоро я вам расскажу кое-какую интересную информацию с вами был шилтер всем удачи и всем пока